Ведущая передачи Уголовный процесс Здравствуйте, уважаемые зрители! Программа «Уголовный процесс». Сегодня мы в гости пригласили Ольгу Викторовну Гейтс, кандидат юридических наук, судью Третьего касационного суда общей юрисдикции. Но позволю себе сказать, что я очень люблю общаться именно с практиками, не только с профессорами и теоретиками нашего уголовного права, уголовного процесса, но еще и с практиками. И хочу сказать, что Ольгой Викторовной в журнале «Уголовный процесс» номер 4 за 2023 год была опубликована статья на тему «Зачет срока, мер пресечения, предназначение наказания и краткий обзор судебных ошибок». Ольга Викторовна, здравствуйте, будьте добры, поясните, пожалуйста, почему такая тема, почему родилась такая тема и как была подготовлена такая статья? Здравствуйте, благодарю за возможность выступить, благодарю редакцию журнала «Уголовный процесс» за интерес к публикации. Эту статью мне, собственно, предложил подготовить, вернее, мы обсуждали этот вопрос главным редактором журнала «Уголовный процесс» Рамазанов Ислам Рамазанович, выражаю ему большую благодарность и рада продолжить научную дискуссию, начатую на странице журнала, на этой научной площадке, теперь уже в формате беседы. Всегда рада принимать участие в таких мероприятиях, которые направлены на развитие права, совершенствование законодательства и правосудия путем обсуждения каких-то научных проблем. И, собственно, сегодняшнее выступление я расцениваю как логическое продолжение публикации. Посвящена она была в первую очередь вопросам эффективности не следуемой уголовно-правовой нормы ст. 72 Уголовного кодекса и изучения практики ее применения. Почему выбрана такая тема? В первую очередь потому, что с момента принятия соответствующего федерального закона, в котором была существенно изменена редакция ст. 72 Уголовного кодекса, а именно предусмотрен дифференцированный зачет времени содержания под стражей, домашнего ареста, а также запрета определенных действий, то есть мер пресечения, ограничивающих физическое передвижение лица, в срок лишения свободы. Соответственно, было интересно изучить как развитие данной нормы, так и практику ее применения. И полагаю, что пять лет, прошедшие с момента принятия этого закона, позволят сделать какие-то репрезентативные выводы. Рада ими поделиться. Ну расскажите, пожалуйста, нашим зрителям вообще, как менялась практика в последние пять лет и какой позиции придерживались суды именно в части исполнения требований 72 статьи Уголовного кодекса зачеты, меры, наказания. Спасибо за вопрос. Я начну с того, что вот этот федеральный закон, о котором я сказала, который ввел в действие соответствующие положения статьи 72 Уголовного кодекса, он был ожидаемым и многократно обсуждаемым. После его принятия в юридической литературе, вот в российской газете в частности, встречались такие мнения, публикации научных исследователей о том, что его принятие вообще сравнимо даже с актом амнистии, поскольку в результате применения этого закона происходит существенное сокращение срока отбывания наказания. Например, в случае, если назначено наказание в виде решения свободы с отбыванием в колонии и поселении, то оно засчитываться стало с принятием этого закона по общему правилу из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии и поселении. То есть это очень существенно. Важным моментом также является то, что положение этого закона, они получили обратную силу в соответствии со статьей 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть они распространили свое действие на лиц, отбывающих наказание, либо отбывших наказание, но имеющих судимость, что предполагало значительный объем, в первую очередь, судебной работы по пересмотру судебных актов, ранее вынесенных в порядке установленном статьями 397-399 Уголовного кодекса со ссылкой на статью 10 Уголовного кодекса, как я уже сказала, в том случае, если такой пересмотр мог повлечь юридические последствия для лица. Например, для лиц, уже отбывших наказание, сокращение в результате примененного зачета срока отбытия наказания по приговору могло повлиять на погашение судимости, на определение рецидива по последующим приговорам и какие-то другие правовые последствия могли возникнуть. Поэтому работа эта закономерная началась. И с момента вообще принятия этого закона возникло множество вопросов, не только со стороны судей, но и со стороны работников уголовно-исполнительной системы. То есть изначально не было даже единства мнений по каким-то основополагающим моментам, которые законом прямо не регламентированы. Например, относится ли решение указанных в статье 3 со значком 3 вопросов компетенции суда либо уголовно-исполнительной системы. Кратко напомню, что в этой статье написано. Часть 3 со значком 3, статья 72, она говорит о том, что время содержания подстражей засчитывается в сроке лишения свободы из расчета один день за один день в отношении срока нахождения осужденного отбывающего наказания в строгих условиях воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, в штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа и так далее в случае применения мер взыскания в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом. То есть эти меры взыскания, они регламентированы статьей 115-й уголовно-исполнительного кодекса и, соответственно, касаются только лиц уже отбывающих наказание. Поэтому вот возникал вопрос, каким образом вообще возможен этот обратный пересчет и возможен ли он? И как взаимодействовать двум системам ФСИНу и судам, при том, что часть обязанности это на ФСИНе учет мер наказаний дисциплинарного воздействия, и суды должны вести пересчет именно назначенного срока. Да, еще и гособвинения тут тоже было со своим мнением, были действительно в большой дискуссии. Я была в таких процессах, когда не могли прийти к единому мнению гособвинитель, суд и ФСИН. Просто не потому, что не было единого понимания закона и духа закона. Да, действительно, вы вот в этой ремарке абсолютно правы. Далее возникал какой еще вопрос? Например, засчитывается ли время содержания под стражей вот уже по льготным тип дифференцированных зачетов по правилам части 3 со значком 1 статьи 72 Российской Федерации лицам, которым отменяется условное осуждение по представлению уголовно-исполнительной системы в порядке статьи 74 Уголовного кодекса уже поступившему в законную силу приговору. Да, сейчас есть ответы на вопросы Верховного суда Российской Федерации, где сказано, что в отношении таких лиц кратный зачет не производится, поскольку отмена условного осуждения это обращение уже вступившего в законную силу приговора к исполнению, если лицо заключается под стражу на период следования вместо отбывания наказания. Но изначально была разная судебная практика вот даже по этим ситуациям. Наконец, подлежали применению положение части 3 со значком 4, это зачет времени нахождения под домашним арестом к лицам, которые содержатся под домашним арестом и совершили преступление до уступления в силу федерального закона от 3 июля 2018 года. По домашнему аресту, напомню, напротив, этим федеральным законом были ужесточены правила зачета, поскольку ранее домашний арест засчитывался также из отсчета один день за один день. Один день к одному дню. Но, знаете, вот с учетом того, что был введен такой закон и единообразной практики применения именно в части домашнего ареста нет, я проанализировала обзоры судебной практики за 2020, 2021, 2022 год. И даже опять в 2022 году в обзоре судебной практики Верховного суда номер 1, который утвержден Президиумом Верховного суда в июле 2022 года, опять говорится, в пункте 35, что лицу, совершившему преступление до 14 июля 2018 года, зачет домашнего ареста, даже если домашний арест был после 2018 года, в 2020, в 2021 году, идет один день за один день. Но суды, к сожалению, не руководствуются этими разъяснениями, не руководствуются обзорами судебных практик и применяют с учетом того, что если преступление совершено до 2018 года, а наказание назначается после 2018 года, один день к двум дням. И вот Верховному суду приходится исправлять. Это определение 11 в УД 21 за 20-6 по делу Шафта. Поэтому до сих пор существуют пробелы именно в применении этой нормы. Хотя, как вы абсолютно правильно говорите, Верховный суд неоднократно это разъяснял в своих обзорах и в других документах, в Пленуме. Хотя Пленум у нас ведь довольно старый. По 72-й статье он только 2015 года. Более нового, свежего я не нашла. Дело в том, что, да, была такая фракциальная позиция, вот вы их правы, она возникла все-таки на начальной стадии после принятия этого закона в 2018 году, вот как показало проведенное мной изучение судебной практики до тех пор, пока Верховный суд не начал пересматривать эти решения. И она базировалась, собственно говоря, на том, что на положениях отсутствия обратной силы уголовно-процессуального закона. И суды все-таки исходили из того, что поскольку решается вопрос о мере пресечения, который суд должен в приговоре рассмотреть в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и на момент принятия этого решения действует закон вот в такой редакции, которая предполагает вот такой зачет домашнего ареста, то, соответственно, вот такие решения и принимались. Но, то есть исходили суды, что независимо от времени совершения преступления следует разрешить этот вопрос так, как это регламентировано действующим уголовно-процессуальным законодательством на основании пункта 9 части 1 статьи 308 Уголовно-процессуального кодекса. Выширопляющие судебные инстанции до тех пор, пока дела не проходили по судебным инстанциям и дошли, соответственно, до конституционной, надзорной инстанции. В таких случаях действительно признавали неправильным применение коэффициентов, установленных частью 3 с азачком 4 статьи 72 Уголовного кодекса, то есть ухудшающих, можно сказать, уголовно-правовое положение лица, содержащего под домашним арестом, лицам, которые совершили преступление до 13 июля 2018 года. Помимо процитированного вами примера, есть и другие судебные решения. Я об этом тоже указывала статье. Например, это постановление Президиума Верховного суда России 22 сентября 2021 года. Изменены там были судебные акты Челябинского областного суда, приговор, операционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации в отношении гражданина, осужденного к лишению свободы. И Президиум, кратко позволю себе процитировать, указал, что положение части 4 статьи 72 Уголовного кодекса, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день лишения свободы, ухудшают положение лица в сравнении с правилами, которые действовали до вступления в силу Федерального закона 3 или 2018 года номер 186 ФЗ. И поскольку лицо было осуждено за преступление, совершенное до принятия вышеуказанного закона, суд сделал вывод о том, что принятое при постановлении приговора решение суда о зачете времени содержания под домашним арестом из расчета 2 дня за 1 день не соответствует положениям статей 9 и 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть поэтому вопрос у практика была сформирована. Вы знаете, как все знают наши слушатели, 23 марта этого года Конституционный суд по делу Алексеева вынес знаковое постановление. Но давайте будем честны, ведь Конституционный суд не раз обращался к именно Конституционности статии 72 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот скажите, пожалуйста, что вы можете пояснить по этому поводу? В своей статье вы ссылаетесь на определение Конституционного суда 1453О, который также рассматривал Конституционность этой нормы. Да, действительно, постановление Конституционного суда по делу Алексеева от 13 марта 2023 года представляет большой интерес. Я думаю, что мы сможем и о нем поговорить, хотя публикации на нем не сказано, поскольку незадолго до его принятия она была подготовлена. Но я надеюсь, что в будущем к исследованию этого вопроса еще будет у меня возможность вернуться. Ну, действительно... Тогда будет у вас новых статей, в том числе с включением и этой... Потому что ваш... Да, действительно, как вы сказали, публикация была отправлена в редакцию раньше, чем был принят это постановление Конституционного суда. Но мы надеемся, что у нас еще будет с вами тема обсудить это и продолжить в рамках вашей научной работы. Я согласна, потому что научный поиск, он все-таки бесконечен. И этим он, наверное, и хорош. Все-таки, возвращаясь к теме, статья 72-я. Да, вот вопрос о ее конституционности в части коэффициентов зачета, опять же, домашнего ареста, полагающего, с одной стороны, тоже довольно жесткий режим гражданина в изоляции, как мы знаем, что и прогулки там запрещены, и выход вообще за пределы этого помещения. То есть этот вопрос, он даже сам по себе уже являлся предметом оспаривания в Конституционном суде. Было одно определение, ну вот я его нашла из таких более-менее актуальных, может быть, в 2022 году, от 9 июня, где заявитель ставил вопрос вообще о недопустимости регулирования уголовно-процессуальных отношений, связанных с применением мер пресечения в уголовном законе. Это первый у него был вопрос. А также не соглашался все-таки с понижающим коэффициентом времени содержания под домашним арестом в сравнении с заключением под стражу. Но Конституционный суд Российской Федерации в этом случае заявителя не поддержал и указал, что домашний арест, он все же является менее строгой мерой пресечения в сравнении с заключением под стражу. Указал, что это лицо, оно содержится в жилом помещении, где проживает, в специализированном учреждении, не подчиняется жестким режимным внутренним правилам, не изолировано от совместно проживающих лиц. И посчитал, что дифференцированный подход законодателя не выходит за рамки его дисплеционных полномочий и, соответственно, не нашел основания для рассмотрения по существу такого обращения. То есть на сегодняшний день можно, если подытожить домашний арест, позиция законодателя, правоохранительная практика относительно понимания ст. 72 Уголовного кодекса как нормы материального права, не имеющие обратную силу, распространяющие свое действие на предусмотренные в случае, когда ее применение улучшает уголовно-правовое положение лица, можно считать сформированной. В статье вы сделали акцент на наличие судебных ошибок при зачете и назначении наказания. Вот я бы хотела вас спросить по этому вопросу. И также вы делаете такой акцент ошибки зачета при назначении наказания, не связанного с лишением свободы, например, штраф. Вот будьте добры, поясните, пожалуйста, какие ошибки вы в своей практике встречали, какие ошибки вообще известны, и буквально пару слов про штраф при зачете. Спасибо за вопрос. Действительно, как показало изучение судебной практики, проблемные вопросы применения ст. 72 Уголовного кодекса в новой редакции, они сохраняются. В результате судебные акты становятся предметом пересмотра вышестоящих судебных инстанций, где выносятся новые решения по неисправлению судебных ошибок. С чем они связаны? Во-первых, значительный такой пласт этих судебных актов связан с тем, что неправильно был определен вид исправительного учреждения. Соответственно, изменение вида этого учреждения на более мягкий влечет необходимость применения нового дифференцированного зачета. А как указал Конституционный суд Российской Федерации по восстановлению по делу Алексеева, то в этом случае вообще следует применять коэффициенты, установленные для зачета в срок решения свободы всего времени, которое лицо провело в более строгом учреждении, более строгого режима, ошибочно ему назначено. Далее. Это бывает следственный изолятор на период следствия. Вот именно этот вопрос, когда лицо прибывает в следственном изоляторе, а потом назначается либо колония-поселение, либо общий режим. И вот тут возникают сложности в зачете. Ну и вернемся тогда на несколько минут к нашему постановлению Конституционного суда от 23 марта всего года. Я в двух словах расскажу по делу Алексеева. Гражданин, находившийся под стражей, был в дальнейшем осужден по 264 за преступление, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. И ему было назначено наказание от отбывания в колонии общего режима. Но в дальнейшем в ходе пересмотра не в апелляционной, а именно в касационной инстанции ему был изменен вид исправительного учреждения на колонию-поселение. И он обжаловал, что при назначении наказания и определении вида исправительного учреждения в виде общего режима ему произведен зачет, потому что он находился под стражей в СИЗО. Это более строгие условия. А в дальнейшем, когда было произведено изменение на колонию-поселение, зачет ему не был произведен. И Конституционный суд сказал, что это не соответствует Конституционности и должно быть пересмотрено весь период нахождения, и в том числе тот период, когда он находился в СИЗО с учетом коэффициента колонии-поселения. Но у меня к вам сразу прямой вопрос. А как же обратная сила? Как вы считаете, что будет с иными приговорами и другими людьми, которые попали в аналогичную ситуацию? Я понимаю, что их будет просто единица по России, потому что очень мало кому назначают колонию-поселение. Люди действительно находились под стражей на период следствия. Но все равно этот вопрос нигде не регламентирован. Так как это совершенно свежее постановление Конституционного суда, то и практики, и обобщения практики нет. Я думаю, что даже в Конституционных судах еще ничего не рассматривалось. Вот просто ваше мнение как юриста, как практика, как профессионала и как именно работника, который работает с правом. Вы абсолютно правильно рассказали эту ситуацию. Благодарю. Действительно, в проблемах возникла по результатам того, что приговор вступивший в законную силу. И гражданин Алексеев он поставил вопрос о том, что он продолжительное время отбывал наказание в учреждении более строгого вида. То есть статья 72, там не прямо сказано, о том, что производится зачет, ну, допустим, вот сейчас возьмем меры пресечения в виде заключения под стражу, срока содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. Соответственно, когда такая ошибка являлась в суде апелляционной инстанции, то она спокойно исправлялась на стадии апелляционного обжалования. Соответственно, апелляция весь период производила зачет при изменении вида исправительного учреждения, все это прописывается, выговаривается в апелляционном определении и постановлении и, соответственно, исполняется. Все, проблема снята. Когда речь идет о касации, как произошло в данном случае, суд касационной инстанции вынес решение по изменению вида исправительного учреждения, то определенный срок этот гражданин уже отбыл. И этот срок учитывается не в качестве меры пресечения, а как срок отбытого наказания поступившему в законную силу приговора. Соответственно, проблема возникла. Конституционный суд эту проблему увидел. И, на мой взгляд, он очень важный тезис высказал правую позицию о том, что она такая даже общего характера. Не только она на эту ситуацию, можно ее распространить. Он указал, что однородные, по своей сути, отношения должны регулироваться одинаковым образом. Завершил свою мысль. Для лица отбывших наказания Конституционный суд на этот счет тоже предусмотрел механизм компенсации. Он высказался о том, что если лицо вообще отбыло это наказание, и впоследствии эта судебная ошибка вскрылась, скажем так, то не исключена компенсация морального вреда таким лицам. А для лиц, отбывающих наказание, Конституционный суд призвал в первую очередь законодателя разработать механизм пересмотра таких решений на законодательном уровне. Это действительно пробел в статье 72 Уголовного кодекса, который выявил Конституционный суд. Он его таким же образом и обозначил. И обозначил о том, что судебные решения в отношении данного гражданина Алексеева, инициатора обращения в Конституционный суд, они подлежат пересмотру. Соответственно, эта позиция, это решение Конституционного суда, оно обязательно для всех. И, соответственно, данное Конституционно-правовое истолкование. Получается, что гражданин не должен отвечать за ошибки суда. Поэтому это естественно и очень по-человечески, скажем так, подошел Конституционный суд именно к рассмотрению этого вопроса. Не только с юридической точки зрения, но еще и по-человечески. Ну что теперь можно ожидать поток ходатайств в суды? Как только законодателям будет внесено разъяснение и изменение или в уголовный закон, уголовно-процессуальный закон, либо к лиену будет урегулирован указанный вопрос? Безусловно, лица, которые в аналогичной ситуации оказались, то я предполагаю, что будет поставлен им соответствующий вопрос по применению к ним данных положений. Спасибо большое вам за сегодняшнюю нашу дискуссию, за наше общение. Спасибо большое за вашу грамотность, ваш подход такой к уголовному закону, к уголовному процессу. И я надеюсь, что до новых встреч. Мы будем ждать от вас новых публикаций, может быть, даже и на эту тему более каких-то расширенных, и пригласим вас к нам в гости. Благодарю еще раз, очень рада интересу к моей научной деятельности и буду стараться ее продолжать. Спасибо за интересный разговор. Субтитры подогнал «Симон»